МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сука, дождик унилиться, когда-нибудь он закончится. На Могилёвском стадионе «Спартак» прошло областное футбольное дерби. Местный Днепр принимал Бобруйскую Белшину. Вчера были соревнования, пять первых мест заняли. Вот такие быстрые и выносливые побеждали на областных детских соревнованиях по плаванию в Могилёве. «Спорт-М» побывала на этом турнире. А вот это уже пауэрлифтеры. Поднять штангу весом в два, а может и три раза больше собственного сможет не каждый. Узнаем, как у них это получается через несколько минут. Это программа «Спорт-М» в «Спорт Могилёвской области». Приветствуем вас. Начнем сегодняшний выпуск с футбола. Две тысячи болельщиков собрало областное футбольное дерби на Могилёвском стадионе «Спартак». Причина такой явки то ли в том, что поединок выдался на вечер пятницы и многие после трудовой недели решили предпочесть футболу дачу, то ли игра этих двух клубов уже не вызывает болельщицкий интерес. Последние две позиции в турнирной таблице этих клубов как бы тому подтверждение. Однако хочется верить, что нелюбовь скоро закончится. Вон в этом туре, глядишь, впервые за долгое время вырос усредненный показатель болельщицкой массы. Да и все-таки Могилёвский Днепр по-прежнему в числе популярных клубов. Хотя две тысячи болельщиков на игре команды высшей лиги не маловато ли? Несмотря на это, обе команды в тот вечер смогли как порадовать, так разочаровать своих поклонников. Фрагментарно лучшими были на поле то игроки в бело-синей форме, то их соперники в красно-черной. Победить могли обе команды, но одолела всех дружба, раздав по одному очку за старания каждый из команд. У Днепра это уже шестая ничья в восьми матчах. Почему не побеждаем? Ответ на этот вопрос дал главком Днепра на послематчевой пресс-конференции, признав, что усиливать команду просто неким. Наверное, так. Или вы думаете, что сильнейшие игроки сидят на скамейке, играют те, кто слабее? В свою очередь главком Белшины посетовал на плохую реализацию. Количество моментов потенциально голевых мы создали. Я считаю, что для любого матча, скажем, достаточно. Но потенциальные голевые моменты – это не голы. Хочется пожелать голевым моментам в следующем туре все-таки стать голами. А следующий тур уже девятый по счету. И в нем предпоследняя команда чемпионата, то бишь Белшина, дома принимает Гродненский Неман. Последняя команда чемпионата, то бишь Днепр, играет на выезде против Брестского Динамо. Надо побеждать. Восемь ночи без побед. Как относится команда? Оптимизм присутствует? Оптимизм присутствует, но немножко тает, конечно. Это, я думаю, присуще любому коллективу. Когда нету-нету, и ждешь-ждешь, а ее все нет. Но я думаю, что, сука, дождик унилиться, когда-нибудь он закончится. Еще одно областное дерби состоялось в женском чемпионате. И вот здесь победитель был определен. Могилевская надежда впервые с 2010 года победила Бобруйчанку. В матче пятого тура чемпионата страны на Бобруйском стадионе «Спартак» встречались две команды, представляющие Могилевскую область. Игра завершилась со счетом 4-1 в пользу гостей. В составе надежды голы дважды забивали Валентина Нижегородова и Любовь Гудченко. Гол престижа на счету Бобруйчанки Татьяны Логиновой. После пяти туров турнирной таблицы чемпионата надежда занимает второе место, Бобруйчанка – четвертая. Бежали? Бежали. Какими? Первые. Вы первые? Да. Какие ощущения от пробега? Отличные. Отличные. А как спортом вообще? Спортом занимаетесь? Занимаюсь. Каким? Чехтованным. Профессиональным? Профессиональным. В Могилеве традиционно в День работников физической культуры бежали. Так отметили этот праздник более 500 человек участников. Школьники, студенты, всего 50 команд. Победители определили по лучшему результату на дистанции и наградили. А также посоветовали не забывать, что спортом надо заниматься не только в День физкультурника. Чего спорт М желает и вам. Мы же перемещаемся с вами в бассейн. Да не простой, а золотой рыбкой. Так называется областной турнир, который проводится ежегодно среди вот таких малышей. Призы дарит сама Александра Герасименя. Мы рады, что с каждым годом все больше и больше участников, что интерес проявляют семейные команды. Соответственно, интерес и у детей будет к плаванию. Поэтому фестиваль набирает обороты, и призеры этих соревнований, точнее победители, поедут в Минск 25-го на республиканский фестиваль, где уже непосредственно сама будет Герасименя. Я думаю, детям будет приятно пообщаться с серебряным призером Олимпийских игр. Каким приплыл? Первым. И как ощущения, оценили результаты? Волнение. А какая твоя мечта? Стать чемпионом. 25-го мая на республиканских соревнованиях этим ребятам предстоит вновь показать быстрые секунды. Пожелаем удачи нашим чемпионам. Первый чемпионат Беларуси по классическому пауэрлифтингу в жиме лежа. И второй чемпионат Беларуси по классическому пауэрлифтингу в троеборье. Что это такое, любители фитнес-залов могут догадываться. Остальные могли познакомиться в выходные, посетив Могилевский спорткомплекс Олимпийц. 233 участника поднимали веса, превышающие свой собственный, порой более чем в два раза. Как такое возможно, смотрите сами. В чем секрет успеха, расскажи. Сколько час поднял? 160 килограмм. Ну, наверное, годы тренировок. Я за неделю занимаюсь. Наверное, это скажется. Нужно тренироваться. Не жалеть себя самое главное. Если хочешь добиться успеха в этом спорте, нужно не жалеть себя. Поскольку, скажи, в неделю, часов или в день у тебя, каждый день? Пять дней в неделю тренируюсь. Поскольку? По три часа, по два. И что для тебя главнее, скажи только честно, золотые медали и вообще медали? Или красота тела? Ну, даже не знаю. Этот спорт – это образ жизни. Тут больше, да. Это стиль жизни больше. То есть это для тебя уже просто стиль? Да. Я уже без этого не могу. Спасибо. Спасибо. Упорные тренировки, желание, мотивация, поддержка родных. Вот. И стремление выиграть еще раз чемпионат мира, только уже среди взрослых, так как среди юниоров я уже выигрывал. И что для вас важнее – красно тела или медали? Наверное, все-таки пока для меня важнее силовые показатели, поэтому, значит, соответственно, медаль. И самое последнее и одновременно важное. Сборная Беларуси за два тура до завершения группового раунда чемпионата мира по хоккею имеет шанс на выход в четвертьфинал. В случае победы над Латвией в понедельник поздним вечером мы получим путевку досрочно. Иначе придется брать очки в игре со сборной России. Этот поединок во вторник закроет матчи предварительного раунда. Болеем за наших. Обе игры на телеканале «Беларусь-2» в 20.45. Это была программа «Спорт М», «Спорт Могилевской области». На сегодня все. Любите спорт, занимайтесь спортом и встретимся на «Беларусь-2». Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова